Впереди самое долгожданное время – летние каникулы. В этот период особо остро встаёт вопрос о безопасности детей. Напомнить, каких правил необходимо придерживаться во время каникул, в 25-ю школу приехали спасатели отряда «Кубань-Спас». Подробнее в репортаже Надежды Неткачевой и Георгия Калинина. В начале встречи спасатель Вадим Мусиенко напомнил школьникам основные правила безопасного поведения – на улице, на водоёмах, в лесу. Особое внимание он уделил рискам, которые подстерегают в быту. Специалисты аварийно-спасательной службы также обратили внимание детей на то, насколько важным является соблюдение элементарных правил безопасности и каким последствиям приводит пренебрежение ими. Мероприятия вызваны на безопасность детей, проведение летних каникулах, потому что у нас на летних каникулах очень много бывает, и руки ломают, и ноги ломают, поэтому цели профилактических мероприятий. Краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-Спас» была создана в 2003 году. На территории Славинского района в станице Анастасиевской она появилась в декабре 2014 года. Повседневная жизнь таит в себе множество опасностей, поэтому проведение профилактических работ по предупреждению несчастных случаев среди населения – одно из важнейших направлений в деятельности «Кубань-Спас». После теории спасатели перешли к практической части. Ребятам рассказали о возможностях спасательной машины и показали развертывание световой башни. Дети увидели возможности аварийно-спасательного оборудования и инструмента – альпинистского спасательного снаряжения. Показали мы гидравлический аварийно-спасательный инструмент, начнём там расширитель у нас, пневмодонкраты, кусачки, насосная станция. Конечно, от непредвиденных ситуаций не застрахован никто. Но теперь ребята крепко усвоили, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации волноваться можно, теряться нельзя. Паника и бездумные шаги только ухудшат ситуацию. Помочь в таких обстоятельствах могут знания и отработанные действия. Урок был очень познавательным, и я думаю, что их должно проводиться больше, чтобы как можно больше людей услышали то, что говорят им, и чтобы они вели себя хорошо, не допускали ошибок. Знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях сделают летний отдых детей не только насыщенным и полезным, но и безопасным. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».